Ну, необычность идеи заключалась в том, что было решено сделать красивые фотографии Вначале спящих ведущих, а затем как они друг друга будут Это все должно было быть весело, интересно То есть на одной фотографии очень красивая лиричная фотография, то есть позиция А на второй вот все что-нибудь такое вот То, что открывает занавес о том, как происходит на самом деле В фотографии используется такой прием И практически этот прием используется для того, чтобы рассказать какую-то историю То есть вначале одна фотография, вторая фотография это либо продолжение истории, которую мы начали Либо вторая фотография открывает какой-то нюанс Может быть деталь, а может быть то, что происходит за кадром Вот, ну мы решили сделать все в таком То есть первая картинка у нас сказочная То есть мы делаем персонаж максимально сказочный, невероятный А во вторую уже, конечно же, раскрываем тайну, как это все было И доводим, наверное, до какого-то даже безумия этот вариант То есть Диптий состоит из двух абсолютно разных картинок Хотя они рассказывают об одной и той же истории Все хотят этого Все хотят быть как мы Ирина Новикова, мы решили сделать образ левитирующий сон То есть Ира в первом кадре левитирует под деревом, желтым красивым деревом На второй картинке образ меняется кардинально за счет второго плана Все ребята, которые помогали держаться изначально Иру в воздухе Появляются в кадре Но, конечно, здесь была маленькая хитрость Мы ее не до конца раскрыли Но, в общем-то, где-то так оно и было На самом деле, чаще всего такие кадры, связанные с несложным монтажом Вначале модель поддерживается чем-то То есть это могут быть какие-то стационарные приспособления Но в нашем случае мы просто ее держали на своих спинах Всем Естественно, этот кадр не вошел в Диптих На втором кадре уже были смонтированы ребята Придерживающие одной рукой Но, на самом деле, Ира не такая легкая Поверьте мне, я держал ее на своей спине Легким и точным движением Встрякиваем сковородку И раз Оп-ля Ой, немного не поймала Ничего-ничего Для первого раза очень даже неплохо Оксана Ольшанская по сюжету Как хорошая, добрая хозяйка Должна была у нас готовить блины Но, учитывая тот факт, что на втором кадре У нас должны были быть сотрудники студии Дело в том, что они после каждой такой программы Съедают все, что было приготовлено в студии И каким образом вы это сможете увидеть на фотографии Вот На первом плане мы хотели задать некую динамику Поэтому она в парке Подбрасывает блины В таком динамическом па Почти танцующем И получилась такая очень интересная Завернутая в блины фотография вместе с Оксаной Илона Ценихова нам навеяла И за счет того, что она ведет киноновости Образ спящей в листьях Такой сказочной девушки Мы сделали большую кучу из листьев Красиво ее уложили Но, скажем так, этот кадр был очень спокойный Такой волшебный Но вот второй кадр, где показано, как это было сделано Ирина, например, будет ее хлопушкой С надписью «Доброе утро, страна» Ребята подбрасывают листья Ну, в общем, такая мизансцена Кроме того, что Дмитрий Спиваков ведет программу «Доброе утро» Он еще и говорит о погоде на сегодняшний день Мы решили сделать все естественное его утро грозовым Он сидит у нас в центре озера на матрасе Который плавает в озере Смотрит наверх Естественно, льет дождь А уже под оплеку этого дождя Мы решили создать в виде его коллег Которые, собственно говоря, его поливают из лейки И создают таким образом иллюзию дождя Ну, вот такой вот получился интересный Даже такой момент, что на самом деле Для Димы особенно шел дождь только вот в его сторону, скажем так То есть для него дождь идет именно облачком над ним То есть так, как он всегда говорит Не забудьте взять зонтик с собой В море синем, как в аптеке Все имеет суть и вес Кораблю, как человеку Имя нужно позарез Имя вы не зря даете Я скажу вам наперед Как вы яхту назовете Так она и поплывет Как вы яхту назовете Так она и поплывет Идея заключалась в том, чтобы Так как у нас один Дима В передаче участвует мужчина Чтобы девушки были на веслах А Дима с чашечкой кофе Смотрел вдаль Утренняя дымка Туман И вот такое интересное утро Он как капитан этой команды Все в лодке Все движутся в одном направлении Но проблема заключалась в том Что Оксана очень боялась воды Поэтому с ее напряжением Пришлось бороться всем коллективом Всячески уговаривать И ее отвлекать И так далее и тому подобное Плюс ко всему Мы решили в съемке этого кадра Использовать спасательный круг Так как Диме пришлось стоять И спасатель со станции В которой мы арендовали лодку Очень настаивал Чтобы круг был в лодке Потому что Дима стоял И лодка всячески покачивалась И он мог упасть в воду Вот Мы на самом деле Нам неизвестно Насколько хорошо плавает Дима Но просто решили Что прыгать в воду За ним будет очень долго Бросать жребий Решать кому Оксана точно не прыгнет Да Прохожие, замечая Ведущих, конечно же, и узнавая Делали странный вид То есть удивление Так как не понимали К чему это все Почему они в пижамах Это выглядело Немного сумасшедше Кто-то выкрикивал Они сбежали из психушки Но это было, конечно же, в шутку Потому что ведущих-то все узнали И понимали, что готовится Какой-то интересный проект Ну вот Была такая очень хорошая атмосфера Веселая Радушная Да Даже Когда Оксана Подбрасывала блины Мы слышали Как говорили О, это реклама блинов Мы поняли В чем фишка То есть никто не догадывался Для чего мы это делаем Практически Это нельзя назвать работой Мы действительно хорошо провели время Мы повеселились Было очень много Интересных моментов Кадров Шуток Нас порадовало И солнышко И туман И даже Тучки были на небе Которые создавали иллюзию Дождя для Димы Ну, в общем, все было как Нельзя лучше Поели блинов с малиной Да, поели блинов с малиной Помочили ножки Побрызгали водичкой Все как Повеселились Как в хорошем, добром кино Ну, надеюсь, что У ведущих такие утра Теперь и будут происходить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok